МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Хакасии прошла Ночь искусств. В Хакасии она объединила Кривический музей, Театр Куколсказка и Республиканскую филармонию. Мы тоже посмотрели экспозиции, выступления. Теперь предлагаем вам оценить масштабы и качества всероссийской премьеры в реалиях нашей республики. Ксения Угдужекова пришла на Ночь искусств специально, чтобы в гончарной мастерской своими руками изготовить глиняный кувшин. Старалась, чтобы похож был на древние экспонаты, рассказывает. Впервые села за гончарный круг два года назад в рамках Ночи музеев в мае. Понравилась. Поэтому очень обрадовалась, что вновь представилась такая возможность. У меня с каждым разом получается все лучше и лучше. Дома храню эти кувшинчики, раскрашиваю даже. В программе акции 12 мастер-классов. Разные направленности и тематики. Прикладные, развивающие фантазию и просто интересные. В том числе для специалистов этот механический способ копирования впервые стал практиковать путешественник финн по национальности христиан Матиас Кастро еще в 19 веке. А в наше время, точнее в 70-е, 80-е годы такой способ нанесения на мекалентную бумагу, то есть лопчатобумажную и очень тонкую, использовал Владимир Феофанович Копелько. Техника проста. Лист накладывается на камень, сверху калька и плотно, очень плотно заштифовываем по всему контуру. Результат налицо. Таких, пусть маленьких, но открытий в рамках «Ночи искусств» ее участники сделали немало. Кто-то посмотрел новые выставки, кто-то постановку театра «Кукол сказка», кто-то послушал оперу. Хакасская республиканская филармония представила сразу два проекта «Служанка и госпожа» и «Элитный салон» в великолепном антураже в музейной экспозиции «Дворянское гнездо». Алена Гроссу пришла на концерт вместе с сыном. Для того, чтобы повысить уровень знаний, для того, чтобы познакомить его и с этим искусством, и с театром, и с оперой. То есть вот как-то больше с этой целью. Действительно, «Ночи искусств» – это прекрасная возможность увидеть нечто новое, взять хотя бы эти капризы моды. Именно так называется выставка одежды 20-х, 80-х годов, теперь уже прошлого для нас столетия. Несколько десятков лет наряды и предметы быта советского периода хранятся в фондах музея, но только на время акций из них составили временную экспозицию, экспонаты которой, как и многие другие, включены в забавные бродилки для детей и взрослых. Абсолютно все категории населения у нас сегодня здесь присутствуют. То есть разные посетители. Это и дети, дети маленькие, дети старшие, это молодежь, это уже и пенсионеры, и семейная аудитория. Больше полутора тысяч человек. Своеобразный рекорд, который, возможно, будет подбит лишь в ночь музеев, что по традиции пройдет в мае следующего года. В продолжении темы еще об одной акции, тоже ставшей традиционной. В рамках проекта «Литературная осень в Хакасии. Встречи в библиотеке» Национальная библиотека имени Доможакова пригласила новгородского писателя, историка и красноярских поэтов. Насколько интересным получилось общение с гостями, узнаете прямо сейчас. Тает свеча в стакане, робкий овал дрожит плавя, что было ранее. Те, кто остался жив в каторжных воспоминаниях. Именно дикаданс, темная лирика, романтика, мистика сегодня интересны прагматичному современному читателю, убеждена Тина Рыбас. Хотя есть у красноярской поэтессы и стихи философские, и женская ироничная поэзия, и лирика, сказки, притчи. Все это интеллектуальное богатство вместе с коллегой представила она в рамках акции на суд слушателей Абаканских, Белоярских, Черногорских. По Хакасии вот очень сейчас нравится выступать. Нам очень нравится здесь природа, местные жители, местные легенды. Мы с удовольствием почитали книги, какие успели за это короткое время. Но с удовольствием посмотрели достопримечательности. В общем, открыли для себя Хакасию. Открытием стали творческие встречи и для начинающих хакасских поэтов. Светлана Акатова, инвалид-колясочник, рассказывает ограничений много. Стихи и проза – это возможность расширить жизненное пространство, найти друзей, единомышленников. Эта встреча, конечно, очень важна, потому что это, во-первых, обмен опытом. Я довольно-таки молодой писатель, и мне очень интересно, что могут сказать мои старшие коллеги. Во-вторых, хотелось бы просто послушать чужие стихи, рассказы. Лекции. Впервые в рамках проекта «Литературная осень» в Хакасию приглашен лауреат премии «Просветитель» 2012 года, доктор исторических наук Борис Ковалев. Специалист в области военной истории по этому теме – культура в коричневых тонах, радио-кино-театр на оккупированной территории в 41-45-х годах. Хотя он и не литератор, тем не менее он книги пишет. Он пишет книги, научно-популярные по истории России этого периода и военного периода. И, кроме того, он член Союза журналистов. В общем-то, это наш собр, так сказать, литератор. В его творческой копилке уже пять изданных книг. Сейчас работает над следующей. Задачу поставил амбициозную – раскрыть оставшиеся неизвестными страницы истории «Голубой» испанской дивизии во время Второй мировой войны на территории России. В планах поездки в заграничные архивы и по стране, в том числе с лекциями, интерес к которым сегодня огромный. Аншлаг на юбилейном концерте Зинаида Аршановой. Заслуженная артистка Республики Хакасия свой день рождения на сцене отмечает не в первый раз. В прошлом году она блистательно пела любовную лирику. В этом в программе «Ария оперная», который «Золотой голос Хакасии» исполнила вместе с солистами Большого театра и Красноярского театра оперы и балета. Европейская «Мадам Баттерфляй» и традиционная японская «Чео Чиосан» в опера Пучини, которая имеет сразу два названия – это драма разбитого сердца с одной стороны, с другой – история женщины, сумевшей пройти путь самурая. Эта история победы человеческого духа над превратностями судьбы очень близкая исполнительница главной партии, ведь она, считают коллеги, умеет сохранять свое лицо. Она способна держать высочайшую профессиональную планку, в первую очередь, потому что виновница торжества очень много работает над собой, над совершенствованием голоса, над репертуаром, ставя все более и более серьезные задачи. В этот раз в юбилейном концерте так называемая «крупная форма» известной вокалисты. Тенор Большого театра Константин Далстобров специально прилетел из Москвы, а баритон Андрей Селенко из Красноярска, чтобы поздравить Динаэду Аршанову с круглой датой. Познакомились они в Англии во время гастрольного тура. Мы пели с ней «Мадам Бутерфляй Пучини». Ну, кроме того, что по внешности это стопроцентное попадание, но еще и по голосу. Очень красивый, подвижный голос. Очень красивый тембр. Лирико-драматический, настоящий такой тембр, который мало где встретишь. Сдержанные на эмоции английские зрители тогда высоко оценили выступление «Золотого голоса Хакасии». Именно так с любовью называют Динаэду Семеновну земляки. На юбилейный концерт почитатели ее творчества приехали со всей республики. Я хочу поддержать Зинаиду Аршанову, потому что у нее родственники тоже Аршановы. И за ее творчество я ее очень люблю. И, конечно, преклоняюсь перед ней за ее отношение к людям. И вообще она очень талантливый человек. Я ее обожаю, уважаю. Вот ее такой божественный от природы данный голос. Очень приятно. И вот хочу пожелать ей здоровья, больших творческих успехов на благо нашей республики. Я очень давно люблю творчество Зинаиды Аршановой. Когда я еще работала в музее, я ее всегда приглашала на встречи. Ее исполнение, вот, ну, я считаю идеально. Подтверждение тому аплодисменты, которые не смолкали в течение юбилейного вечера. И море цветов. В общем, событие значимое. Впрочем, еще одно значимое событие уже на следующей неделе. Впервые в Хакасе гастроли театра из Кабардино-Балкарии. В рамках федеральной целевой программы «Культура России» русский драматический театр имени Горького из города Нальчика представит несколько комедий и современную сказку-притчу по мотивам «Красной шапочки» Шарли Перо. Спектакли можно будет посмотреть в Абакане, Сайногорске, Ташты, Пиаски, Зибея с 12 по 17 ноября. Успевайте. А еще успевайте смотреть нашу программу. Напомню, следующий выпуск через две недели. На этом сегодня все. Если есть вопросы, интересная тема, звоните в контактный телефон в Абакане 22 72 82. А теперь я прощаюсь с вами. Проверьте с пользой в ближайшие выходные. Желаю прекрасного настроения и хорошей погоды. Всего доброго. До свидания.